Рад видеть вас на канале час ремонта. Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Electrolux и WH50 Gladius. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический накопительный водонагреватель Electrolux и WH50 Gladius – это первоклассное устройство, характеризующееся современным дизайном и удобной системой управления. Легкое устройство весом 18,5 кг с накопителем 50 литров имеет уникальную плоскую форму. Прибор легко разместить в ограниченном пространстве и после установки выступает от стены всего на 28 см. В приборе используется система X-Heat, состоящая из сухих нагревательных элементов тенов. Тены не контактируют с водой, на них не образуется накипь, что значительно увеличивает ресурс их работы. Мелкодисперсная стеклокерамика внутреннего покрытия накопителя, стойкая к перепадам температур, обладает повышенной адгезией и пластичностью, которые предотвращают образование трещин на ее поверхности, а магниевый анод предотвращает образование коррозии. На передней панели корпуса можно увидеть цифровой дисплей, на котором отображается текущая температура воды в бойлере. Устройства предназначены для настенного монтажа с помощью креплений, поставляющихся в комплекте. В комплекте, кроме самого водонагревателя, вы получите предохранительный клапан, крепеж и документацию, упаковка картон. Бойлер оснащен парой сухих нагревательных элементов общей мощностью 2 кВт, которые работают в одном режиме нагрева. Благодаря этому тены нагревают полный бак воды за рекордно короткое время – 100 минут. Агрегат получил электронную плату управления с механическим терморегулятором, позволяющим устанавливать нагрев воды в диапазоне от 35 до 75 градусов. Лаконичная панель оснащена контрастным цифровым дисплеем и поворотным регулятором с двумя температурными пресетами. Экономичный режим ECO с нагревом воды до 55 градусов и режим нагрева MAX до предельного значения 75 градусов. Устройство обладает тройной защитой от избыточного гидравлического давления, включения без воды и перегрева. Рабочий диапазон давления в подающем трубопроводе должен быть в пределах от 0,5 до 6 атмосфер. Преимущества. Теплоизоляция. Наделенной высокой теплоизоляцией водонагреватель в течение многих часов поддерживает воду теплой, поэтому не требует постоянного расхода электроэнергии. Управление. Удобное электронное управление с дисплеем позволит вам с легкостью пользоваться этим электрическим водонагревателем. Магниевый анод. Встроенный магниевый анод помогает защитить водонагреватель от образования ржавчины и сократить образование накипи. Экорежим. Экорежим обеспечит защиту от накипи, обеззараживания воды и нагрев ее до комфортной температуры. Бак из нержавеющей стали. Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием лигирующих элементов способствует долгой и надежной работе прибора. Безопасность. Для безопасной работы электрического нагревателя предусмотрена защита от перегрева и включения без воды. Предохранительный клапан. Водонагреватель имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление через специальное дренажное отверстие. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Встречается брак. Уже на втором месяце эксплуатации потек бак. Нет самодиагностики неисправностей. Но есть и позитивные отзывы. Очень экономный. Быстро нагревает воду. Удобная плоская форма. Яркая индикация. Простое управление. Есть предохранительный клапан, защищающий от давления. Два сухих тена. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!